Привет, Андрей. Я тут. Как пережить перемену? Одну секунду. Перемены в школе только к лучшему. Ученики точно знают, как себя занять. Вот девчонки удобно устроились возле Wi-Fi в медиабиблиотеке. Читают Достоевского. Теперь на уроках литературы отговорка «У меня нет книги» не пройдет. Учитель просто рассылает всем электронную версию произведения. Технический прогресс школьников не удивляет. На входе в здание турникет. Чтобы зайти, прикладываешь карту, а родителям приходит СМС «Ваш ребенок в школе». Та же схема испытания. В 59-й Чебоксарской школе интерактивное даже расписание. Никаких распечатанных листочков, все в электронном виде. Умеют им пользоваться все, от старших до младших. Для последних, кстати, есть еще интерактивный стол. Хочу вас сегодня пригласить в виртуальную прогулку по московскому зоопарку. Прогуляться по вольерам, посмотреть, как выглядят ламы. На фото и видео. Это альпака, посмотрите. Викунья. На кого похожа викунья? На оленей. На оленей, на лошадок похожа. Недорожные. Маленькие. Маленькие такие. На оленей, на оленей. А это вот вуанака. Или даже послушать, как разговаривают животные. Довольно забавный звук издает Эмму. Вы слышали что-то похожее? Нет. Нет? Да. Какая-то я. Теперь, если вы услышите, вы будете знать. Где-то рядом Эмму, да? А в соседнем зале младшеклассники рассаживаются в 3D-кинотеатре. Мультики здесь показывают, но только образовательные. Сегодня тема – уход за зубами. Просмотр фильма дополнен стихами и сценками, как и положено на занятиях в первом классе. Вам признаться просто лень. Чистить зубы каждый день. Ешьте больше шоколада. Только этого мне надо. И только потом гаснет свет, и можно рассмотреть зуб в объеме. Каждый зуб состоит из трех частей. Внешняя часть зуба, возвышающаяся над десной, называется короной. 300 фильмов для разных уроков. Визуальный эффект помогает лучше запомнить материал. Для этого же в экспериментариуме старшеклассники погружаются в кровеносную артерию и рассматривают эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Обратите внимание, перед вами вместе с током крови плывут форменные элементы. Со стороны это кажется смешно выглядит, но на самом деле это интересно. Потому что ты ощущаешь себя внутри кровеносного сосуда. Я видел полностью строение, то есть стенки крови, они поверху были. Везде клетки перемещались вперед, летели, получается, по крови. И по ходу перемещения вперед у меня появлялись новые клетки. Когда ты одеваешь их, как будто в другой остановке, в каком-то другом мерке. Это как засыпаешь и там во сне есть сон видишь. Здесь примерно то же самое получается. Это биологическая часть интегрированного урока. На этом занятии в одном флаконе два предмета. Биология и история. Два учителя и два экрана, которые помогают на одно явление посмотреть с двух сторон. Цармская болезнь и гимасилия. Совершенно верно. История рассказывает, кто страдал от этой болезни, а биология объясняет, что это наследственное заболевание, связанное с клетками крови. Однако такие занятия, как и просмотр 3D-фильмов, бывают раз в месяц. От этого детский интерес не пропадает. И все это лишь часть образовательного процесса. А эти технологии – полезное дополнение, а не основа. Преподавание и знание зависит все-таки в первую очередь от учителя, а во второй степени уже от технических возможностей и таких вот возможностей проведения урока. Но все равно знание, допустим, каких-то конкретных тем, как, допустим, строение кроме носа сосуда, улучшается во много раз. Одно дело, когда ты смотришь в учебнике картинку, а другое, когда ты смотришь уже это, получается, изнутри строение. И запоминать оно намного легче. Одно дело – пользоваться, а другое – создавать. Этим в 59-й школе занимаются в медиа-центре. Пятиклашки уверенно справляются с монтажом. Мы работаем над проектом про детский сад «Надежда», где происходило театрализованное представление «12 месяцев», который ставил первый «Д-класс» нашей школы. Ну, если что-то неправильно, то это можно все-таки поделать. Это же сюжет. Можно смонтировать, обрезать, усилить звук. Старшеклассники на «ты» с видеокамерой. Раз, два, три. Расскажите, пожалуйста, об итогах работы в школьной медиа-студии за этот учебный год. Универсальные творцы могут и снимать, и сниматься, и монтировать, и писать сценарии. В школе они называются медиа-волонтерами. В начале года, когда решала ходить куда-то, на какие-то кружки, я захотела попробовать что-то новенькое. Ну, то есть не танцы, там, не какие-то вагалы, а медиа-студии. На разговоры у них немного времени. Сейчас Маша с одноклассницами готовит фильм о своем пятом «Б». Все от сценария до озвучки сделано самими ребятами. Здравствуйте. С вами медиа-студия «Новый взгляд». И сегодня мы расскажем про наш класс. Наш пятый «Б» класс очень дружный и веселый. Мы можем справиться с любыми трудностями. Отдельные творческие личности уже имеют в своем архиве несколько снятых фильмов. В самом месте здесь, о чем мы говорим, мы говорим о, получается, Свято-Троицком мужском монастыре. Соответственно, мы находимся на его территории. И в данный момент я рассказывал... Господи, у меня уже язык заплетается. Я рассказывал про большевиков, про революцию и про то, как Свято-Троицкий монастырь был готов сравняться с землей. Сравняться с землей. И лишь чудо, а может быть и воля Божья, препятствовали этому. Власти решили не сносить монастырь, а подстроить его под государственные учреждения. Так, это кто, Машенька? Сорока. Это сорока. А сорока кто у нас, ребята? Птица. Птица. Ищем сороку-птицу. Мы используем в рисовании. Дети рисуют на интерактивном столе. Мы, вот, как сегодня, лабиринты используем, мыслительную деятельность. Этим же самым развивается и мелкая моторика. Также они собирают пазлы. Во-первых, развивается их окружающий мир. И разнакомиться они. Вообще очень много. Туда можно закачивать все больше и больше. Лишь бы только было желание у детей и у нас. В детском саду интерактивным обучающим может быть стол, пол для координации. И стена. Тоже для ориентации в пространстве. Камера под экраном считывает движения. Лево и право совпадают, а вот вперед и назад зеркально. Тут не каждый взрослый сообразит, куда двигаться. Для начала. Сами указаны ли сам? На лица. Подойди к нужному месту. Проходи. Подраги. Нет. Налево. Налево. Туда. Налево. Молодец. Молодец. Мы прекрасно понимаем, что ребенок привык работать с гаджетами. Ему это интересно. Поэтому мы всегда внимательно относимся к регламенту работы именно с таким оборудованием. Для того, чтобы ребенок успел поиграть в обычные настольные игры. Но несмотря на то, что на сегодняшний день мы все оснащены сотовыми телефонами, планшетами. И ребенка нельзя отрывать от его привычной среды. Поэтому, как маленький элемент нашей образовательной деятельности, как раз ведется работа по использованию интерактивного оборудования в образовательной деятельности. Технологии в детском саду помогают держать оперативную связь с родителями. Благопед проводит онлайн-консультации. А в каждой группе и на уличной площадке за детьми приглядывают видеокамеры, которые в онлайн-режиме могут просматривать родители. Ну, раза три, наверное, день. Утром, когда привожу. Потом после завтрака смотрю, как он играет. И вечером после сна. Сейчас он моет руки и садится за стол. Они готовятся к обеду. Эта видеозапись помогает мне разобраться в любых ситуациях, которые могут возникнуть в любое время. Доступ к камерам постоянный. Чтобы видео подгружалось, нужен лишь хороший интернет. Такой есть у Мегафона. Это оценили уже многие жители Чувашии. Трафик в сети оператора за год вырос на 50%. В топ самых качающих вошли Шумерленово, Чебоксарск, Урмарский и Батревский районы. Скорость интернета, так же как и зона покрытия, увеличилась благодаря запущенной в апреле 2018 широкой полосе сети LTE Advanced. У Мегафона частота спектра 40 МГц, а у других операторов на всех, в сумме, у всех трех операторов 30 МГц. Это если говорить не техническим языком, это то же самое, что у других операторов это ехать по дороге с двумя полосами в одну сторону, а у Мегафона их четыре. То есть это практически автобан. С запуском сети LTE Advanced абоненты получили доступ к сверхбыстрым скоростям. Изменения почувствовали все обладатели гаджетов с поддержкой 4G. На сегодня практически все районы имеют доступ к сети четвертого поколения от Мегафона, а сеть оператора доступна 97% населения территории Чувашии. Параллельно с развитием сети LTE Advanced оператор запустил на территории Чувашии 110 базовых станций, которые работают на пробивной частоте 1800 МГц. С пробивной – значит, ей не страшны толстые стены и окна, и сигнал без проблем проникает в здание. В результате проведенных работ и увеличения количества устройств с поддержкой 4G на 72%, объем трафика в регионе вырос за год в полтора раза, а в Шумерлинском районе – почти в два раза. Благодаря увеличению емкости сети сегодня возможно повысить нагрузки на один сектор в 6-8 раза. Даже при большом количестве абонентов в одной точке все они смогут пользоваться стабильным и быстрым мобильным интернетом. При этом показатель средней скорости в Чувашии третий год подряд остается на лидерских позициях. Свежий анализ спид-теста от компании «Окла» подтвердил, что интернет-мегафона остается самым быстрым в республике. За первый портал этого года средняя скорость по Чувашии более 30 мегабит, в Чебоксарах более 35. Безлимитный интернет предлагают и в самых свежих тарифах линейки «Включайся». Кстати, их пользователи могут копить кэшбэк. Это первая практика возврата части средств за сотовую связь в России. На встрече с блогерами и журналистами показали, что ждет в ближайшем будущем. Новая система мегафона с применением NBIO в первую очередь будет применяться в умном ЖКХ. Это когда данные счетчиков автоматически отправляются в личный кабинет или даже сразу в управляющую компанию. За такими автоматизированными системами сбора и передачи информации будущее.